как разобраться женщине где-то грань между нужными профилактическими осмотрами и гипердиагностикой которая и навредить может и когда женщине которая в общем хорошо себя чувствует точно нужно обследоваться главное это понять для женщины что гинеколог это не только ее врач на ее друг и у каждой женщины должен быть свой гинеколог гинеколог определяет в зависимости от состояния пациентки от ее прошлых каких-либо заболеваний кратность визитов и кратность каких-либо анализов которые проводятся гинекологии самостоятельно для себя выбрать это очень сложно потому что многие заболевания могут себя никак не проявлять поэтому грань это как раз эти рекомендации которые озвучивает гинеколог женщине на приеме насколько важно поддержание здорового образа жизни в профилактике рака здоровый образ жизни это то как мы реагируем на какие-то стрессовые ситуации это то что мы кушаем и так далее и безусловно это все влияет на иммунную систему а мы знаем что иммунная система играет очень важную роль это противоопухолевый иммунитет поэтому мы советуем всем пациенткам придерживаться именно здорового образа жизни на какие факторы нужно обратить внимание пациенткам гинеколога к сожалению не все гинекологические заболевания онкологические проявляют себя очень часто пациентки обращаются уже с имеющимися заболеваниями однако не предъявляют при этом абсолютно никаких жалоб поэтому я хочу проговорить определенные симптомы которые должны натолкнуть пациентку на мысль о том что ей необходим визит гинекологу и возможно у нее есть заболевание прежде всего это любые нерегулярные кровянистые выделения из половых путей более обильные менструации больше семи дней с отхождением из густков появление кровянистых выделений при половой жизни болевые ощущения внизу живота или ощущение тяжести вздутие живота а также возможно наличие водянистых выделений из половых путей какие варианты лечения есть сейчас у пациенток с гинекологическими опухолями на сегодняшний день есть несколько видов лечения онкологические заболевания гинекологии однако мы рекомендуем на первом этапе проведение междисциплинарного онкологического консилиума и консультация клинического онколога который выбирает индивидуальный путь лечение и ведение пациентки конкретно в каждой ситуации возможно ли забеременеть после удаления опухоли последнее время наблюдается две параллельные тенденции с одной стороны это омоложение рака в гинекологии а с другой стороны откладывание на потом беременности если средний возраст наступление первой беременности раньше приближался к 20 годам сейчас это больше 30-35 лет поэтому многих пациенток интересует вопрос возможно ли наступление беременности после лечения онкологического заболевания гинекологии данной ситуации все зависит от той стадии на которой выявлено заболевание локализация этой опухоли и она все зависит от правильности выбранной тактики ведения и лечения пациентки однако в большинстве случаев когда это заболевание выявлено на ранних стадиях возможно наступление беременности. Почему вы решили стать онкологом? Мне бы очень хотелось донести до пациента информацию о том, что рак это такое же заболевание, как и все остальные. Онкологические заболевания в гинекологии требуют ответственного подхода к лечению, а также сопереживания и сочувствия пациенту. Именно потому, что я чувствую, что могу помочь этим пациентам, я стала онкогинеколога. Субтитры создавал DimaTorzok